В Донецке в 26-й раз прошел международный турнир по боксу в памяти Валерия Арсенова. Это одно из самых важных соревнований в любительском боксе Донецкой области. Наши земляки померили силами с сильными соперниками и ощутили с их стороны серьезную конкуренцию. Турнир памяти героя Советского Союза Валерия Арсенова – это не просто соревнование, а напоминание о подвиге, совершенном в Афганистане. Донецкий воин-интернационалист погиб, закрыв своей грудью от автоматной очереди тела командира. В память об этом и был учрежден турнир, ставший впоследствии одним из самых важных стартов для украинских юниоров. Это поколение уже не знает, что такое СССР и что такое героические поступки, но на примере Валерия Арсенова, который закрыл грудью своего командира, мы стараемся им это привить. В этом году на мемориале Арсенова участвовали представители Украины, Белоруссии, России, Молдовы и Грузии. Однако до финала ни одному из представителей зарубежных стран так и не удалось добраться. Решающие поединки были чисто украинскими. Поболеть за своих земляков и оценить уровень нынешних юниоров решил и серебряный призер чемпионата мира Виктор Перун. Насколько я помню, этот турнир всегда был, так же собирал очень многое количество людей. Когда он проводился в юности, дворец молодежи, были залы, а на финалы сесть негде было, я помню такое. Это был очень популярный и интересный турнир для Донецкой. Особенно пристально вице-чемпион мира следил за выступлением той категории, в которой он выступал – до 81 килограмма. Тут уверенную победу одержал представитель Севастополя Дилмурат Сатыбалдиев, имеющий узбекские корни. Соперника он победил за явным преимуществом. За борьбой талантливых юниоров наблюдало немало ветеранов бокса, среди которых были настоящие легенды. Так чемпион мира Александр Ягубкин признался нам, что второго Ягубкина пока не видит на отечественном ринге. Все его надежды связаны с 9-летним сыном Антоном, у которого уже заметили задатки высококлассного боксера. Пока же на счету донецких боксеров одна победа и два вторых места. Дончанину Игорю Иванченко до победы не хватило буквально трех ударов. Он проиграл в равном бою и получил приз за волю к победе. Столько тренировок, столько соревнований и второе место у себя в родном городе. Это, конечно, для меня огорчение. Но ничего, будем стараться. Нынешний турнир памяти Валерия Арсенова оказался самым многочисленным за всю историю. 156 участников, из которых практически половина – это хозяева ринга. И это дает надежду на то, что наметившиеся затишья во взрослом боксе Донеччины будет в прошлом и наши талантливые юниоры смогут возродить былые традиции. Если сейчас можно сказать, что со взрослым боксом в Донецкой области дела обстоят не совсем хорошо. То есть нет спортсменов, сейчас переходный период является. Молодежь очень перспективная, молодая. И сегодня практически половина участников нашего турнира домашнего – это боксеры Донецкой области. Всего в заключительный день турнира прошло 11 финалов. Медали турнира разъехались практически во все уголки Украины. Призы получили не только финалисты, но и ветераны бокса. Среди награжденных и сестра Валерия Арсенова – Валентина Евтушенко. Ровно через год Донецк вновь соберет лучших юниоров Украины и других стран. И хотелось бы, чтобы следующий турнир подарил как можно больше чемпионов именно Донецкому боксу. Многие представители любительского бокса в будущем мечтают попробовать себя на профессиональном ринге. Не исключение и молодые боксеры, выступавшие на турнире в памяти Валерия Арсенова. Что их ждет в будущем? Далее о первых шагах боксеров, перешедших из любителей в профессионалы. Профессиональный бокс коренным образом отличается от любительского. Здесь уже совсем другие ставки, другая борьба и своя специфика карьеры. Многое зависит от того, каким будет старт начинающего профессионала. Сюда приходят с громкими титулами любительского бокса. Однако на них мало кто обращает внимания. Начинать все нужно с чистого листа. Здесь зависит от боксера, любителя, какая у него была манера ведения боя в любителях. Близко к профессиональному, в защите он, в передвижениях, акцентированным, нокаутирующим ударом. От этого и зависит, как боксера перестроят, как он приходит из любителя. Лучшие из лучших попадают во внимание ведущих промоутерских компаний. В Донецке и Украине таковой является Union Boxing Promotion. В январе проверку прошли ее начинающие боксеры-профессионалы. И можно сказать, что ребята достойно выдержали очередной экзамен, пополнив свой актив победами. Любительская карьера Александра Грищука насчитывает 15 лет. Дважды он выигрывал первенство Украины и становился финалистом чемпионата мира среди студентов. После двухлетних раздумий Саша поменял любительские перчатки на профессиональные. Ну, первые бои, да. Первый бой не очень. Ну, как бы втягивающий такой более-менее. Вот второй был, да. Бой уже как бы соперник посерьезнее был, тяжеловато. Ну, а так, в принципе, нормально. Более-менее втянулся. На турнире «Про-боксинг-шоу-10» Саша уже в первом раунде нокаутировал украинца Сергея Чекалова. Для Грищука это седьмая победа в семи боях. Цель Александра – побороться за титул чемпиона Европы. Такие же планы и у Артема Далакяна. Среди любителей он становился двукратным чемпионом Украины, чемпионом мира среди военнослужащих. Не увидев дальнейших перспектив в любительском боксе, решил пойти по профессиональному пути. Захотелось чего-то уже поменять в спорте, можно сказать. И уже понял, что надо уже переходить в профессионалы, потому что там не вижу уже смысла в любителях. В январе Артем провел свой второй бой в профессиональной карьере, одержав вторую победу. Он уверенно победил 37-летнего эстонца Сергея Тасимова, за плечами которого более 50 боев. Александр Егоров пришел в профессиональный бокс полтора года назад. За 11 лет любительской карьеры он становился чемпионом Украины. Участвовал в чемпионате Европы. Я давно еще думал переходить там, не переходить. Так думал, думал. Потом в один момент еще друг мой Александр Грещук перешел. Я как-то за ним думаю, ну терять перешел. Как видим, никто из наших героев не жалуется на трудности профессионального бокса, которых в этом виде немало. У каждого из них есть желание стремиться к высоким титулам и чемпионским поясам. Ведь обратной дороги из профессионалов у любителей уже нет. Впрочем, ее тут и не ищут. Настоящие профессионалы смотрят вперед и достигают поставленных целей.